МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Государственный симфонический оркестр начинает 2020 год с концертных туров по Европе. 31 декабря 2019 года ушел из жизни значимый национальный общественный деятель, большой патриот, отец славный родословный Назарет Сармакишян. Назарет Сармакишян, выдающийся писатель, педагог, общественный деятель, родился 6 октября 1926 года в семье Гранта Сармакишяна, ближнего родственника жертвы геноцида против армян Ерванда Сармакишханяна. Грант Сармакишян родился в 1880 году в Константинополе и с самого детства ощущал ужас и насилие со стороны турецких властей против армян. Армянские расправы, организованные султаном Абдулх Камидом в 1890-х годах, оставили на нем неизгладимый след. Грант был доставлен в турецкую армию с тысячами армянских молодых людей в начале Первой мировой войны. Им не только не давали оружия в турецкой армии, но и не давали униформу и даже еду. Их использовали как переносчиков боеприпасов и еды. Солдаты ели зелень. Многие просто умерли от голода и не вынесли. Грант по профессии был оловянным рабочим, и это спасло его от смерти. Турецкому командиру нужна была лампа. Грант сделал ее, за которую получил от командира две буханки хлеба. Грант раздал этот хлеб больным армянским солдатам. Турецкий командир взял Гранта с собой на фронт в Алеппо. Пробыв здесь год, ему удалось вернуться в Константинополь. Он взял с собой двух армянских сирот, переживших бойню. В поезде, отправляющемся в Константинополь, не было места, пришлось вместе с сиротами поехать на крыше одного из вагонов. Из-за невыносимой жары над одной из станций турецкие солдаты заставили Гранта и детей-сирот уступить место, и Грант еле втиснулся в вагон с детьми. Когда поезд ночью вошел в низкий тоннель, турецкие солдаты на крыше вагона не заметили опасности, и никто из них не спасся. В Константинополе же он встретил Лусабер из Конии, которая чудом спасла сей и женился на ней. После отправились в Румынию, где и родился Назарет. В начале Второй мировой войны они вернулись в Константинополь, а в 1946 году Грант Сармакишян одним из первых выразил желание вернуться в Советскую Армению. Однако турецкие власти не разрешили армянским семьям выехать в Советскую Армению. Грант умер в 1966 году. Перед смертью он воздал детям не забывать Армению. После смерти отца Сармакишяны переехали в Швейцарию, где они обосновались, и где и в 1972 году мать Назарета Лусабер умирает. Назарет Сармакишян был известен своей всесторонней национально-общественной благотворительно-патриотической деятельностью в диаспоре. Об этом можно много упоминать, и об этой деятельности можно написать очень много фактов, включая помощь Армении и Нагорному Крабаху. Нельзя не упомянуть о совместной работе Назарета Сармакишяна с Арутюном Хельфеджианом и Оланесом Чилин-Киаряном по поддержке героев тайной армии, и это является большим достижением. Он был признан аналитиком с широким кругозором в диаспоре и в Армении. Исторический анализ Сармакиша привлекателен, страстен, оригинален, смело, откровенен и призывает к единству вокруг Армении. По всей его усердной работе проходит красной нитью следующий призыв. Армяне всех стран, объединяйтесь вокруг матери Армении, поддержите ее. Назарет был также большим сторонником армяно-российского братства. Он поддерживал Исраиля Ури, Оганесса Лазаряна, Овсепа Аргутяна, Нерсеса Аштара Кетти, Хачатура Абовяна, Микайла Налбандяна, Лориса Меликова, Андроника Узаняна, Кумитаса, Оганесса Туманяна, Александра Мясникяна, Оганесса Баграмяна и других наших великих армян. Как армянин, как армянский историк, я имею право оценить его вышеупомянутое послание. Сармакещан был также настоящим психологом, его чуткость не позволяла никому оставаться в неловком или смущенном состоянии. Его речи иногда возникал строгий вызов. От Назарета можно было услышать слова, трогающие до глубины души и в то же время тонкий юмор. Работа Сармакещана характеризуется советом и добротой. Он без жалости сражался против врагов армянского народа и противников человечества, в целом поражая их своей мудростью. Несколько лет назад, во время одного из наших разговоров, Назарет Сармакещан очень обеспокоенно отметил. Я всегда говорил «моя Армения», но сейчас я вынужден сказать «такая Армения не моя». Я много думал об этих словах, и если появляется такой вдумчивый, мудрый человек, как Назарет Сармакещан, это означает, что многое в нашей стране несовместимо с его идеями. У древнегреческого философа Платона есть следующие слова. «Высшая власть в государстве должна принадлежать мудрецам, и в нашей стране стало обычным делом, что каждый дурак во власти считает себя мудрецом». Сармакещан, попираясь на идеи Платона, переживал за Армению, где чиновники и политики были известны исключительно своей бюрократии. Далее, в виде разрушения и уничтожения армянских промышленных предприятий, во времена Леона Тарпетросяна Сармакещан назвал это преступным деянием. Из грустью заявил, что из-за этого сотни тысяч людей остались без работы, а страна по-настоящему разрушена, и люди вынуждены покидают Армению. Между тем, мы думали, что начнем репатриацию Армении с независимости. Я помню один из наших недавних разговоров с Назаретом Сармакещаном. Наши молодые революционеры правильно поняли важность восстановления и укрепления национальной солидарности и национального единства, которые имеют первостепенное значение для нашего народа. Они понимают, что те, кто вторгся в наше национальное единство и солидарность, причинили больше вреда нашему народу, чем иностранные захватчики. Назарет Сармакещан предсказал, что придет время и снова скажет «Моя Армения». Сейчас самое время. Его оптимизм оправдан. Об этом свидетельствует его положительная оценка событий в Армении весной 2018 года. Старая поговорка гласит «Если человек украл один раз, то он мелкий вор. Если он украл дважды, то средний вор. Если он украл три раза, то он большой вор. Если он украл четыре раза, тогда он политолог». То же самое верно для лжи и речи Назарета Сармакещана, патриотического аналитика, отличается от речи политолога своей правдой и чистотой. По его собственным словам, он принес культуру людям, объединив всех нас со своей историей и своей совестью. Пословица гласит «Когда облака накапливаются в небе, крестьянин бросается спасать урожай». Теперь, когда наша страна и мир во всем мире перетерпевают беспрецедентные изменения, которые сопровождаются различными правовыми конфликтами, «Когда есть силы, которые хотят накапливать грозы в небе нашей Армении», Назарет Сармакешан призвал к общенациональной консолидации и советам. «Дорогие соотечественники, таким был великий патриот, наделенный философским мышлением, гуманный, добродушный и мудрый Назарет Сармакешан, очень дорогой и уважаемый для нас человек. Я преклоняюсь перед памятью моего старшего брата Назарета Сармакешана. Я желаю терпения всем членам его уважаемой семьи во главе с любимым Вартаном, и я уверен, что они с большой честью и большой ответственностью продолжат вести патриотизм и филантропию Назарета Сармакешана. Светлая память о Назарете Сармакешане навсегда останется в наших сердцах». 1 января 2020 год. Фириван, Армения. Владимир Гевург Петросян, доктор исторических наук, профессор. Несколько американских военных объектов в Иране атакованы баллистическими ракетами, выпущенными с территории Ирана. Об этом сообщила во вторник телекомпания АБС со ссылкой на источник в американской администрации. По словам источника телекомпании, в результате ракетного удара пострадал американский объект в окрестностях города Эрбиль на севере Ирака, а также авиабаза Айн-Аль-Ассад на западе страны. Как сообщает агентство Reuters, США признают факт ракетных атак на несколько объектов в Ираке, включая авиабазу Айн-Аль-Ассад на западе страны. По данным телеканала Пресс-ТВ, корпус стражи исламской революции КСИР, элитные части ВС Ирана, заявил, что ракетный удар по авиабазе Айн-Аль-Ассад был нанесен в ответ на убийство генерала Касема Сулеймани. Время 2019 года в Турции были задержаны как минимум четверо журналистов. Журналисты были приговорены в общей сложности к 27 годам тюремного заключения. Мы записали список нарушенных прав журналистов в декабре. Вы можете прочитать полную статью на нашем сайте. Президент Российской Федерации Владимир Путин во вторник, 7 января, прибыл с визитом в Сирию. Российский лидер из аэропорта направился в командный пункт группировки войск Вооруженных сил Российской Федерации в Сирии, где его встретил президент Сирии Башар Асад, сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Президенты выслушали доклады военных, добавил он. Затем российская и сирийская делегации провели двусторонние переговоры. По словам Пескова, Путин положительно отозвался о восстановлении сирийской государственности и территориальной целостности страны. Это первый визит Путина с 2017 года, когда он посетил авиабазу Хмеймим в Латакии, Сирии, а затем отправился в Турцию, чтобы встретиться с Эрдоганом. Государственный симфонический оркестр Армении начинает 2020 год с европейского концертного тура. Оркестр под руководством художественного руководителя и главного дирижера Сергея Самбатяна выступит в пяти европейских странах Германии, Великобритании, Австрии, Чехии и России с 8 по 21 января. Государственный симфонический оркестр выступит 8 января в Мюнхене, 9 января в Зальцбурге, 10 января в Штутгарте, 12 числа в Берлине, 14 в Лондоне, а в Вене 17 января и в Москве 19 числа. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию песню Ореж в исполнении Асмек Папян. Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром! Субтитры создавал DimaTorzok